Парусные суда Лишь в начале 20 века в Владивостоке появляется первый официальный яхт-клуб. Находился он возле Адмиральской пристани, ныне район Корабельной набережной. Впервые яхта становится предметом китча во Владивостоке в 1909 году, когда знатный бизнесмен Густав Альберс дарит двум своим сыновьям парусную яхту длиной почти 14 метров. Следом и другие состоятельные горожане стали тоже заказывать парусные лодки. Благодаря моде появилась возможность устраивать регаты. Популярность парусных яхт неизменно растет в городе, что стало основанием для учреждения императорского Владивостокского яхт-клуба. Немецкий журналист Лотар Деек, 1909 год. В советское время парусный спорт процветал. Яхт-клубы, яхт-школы открывали повсеместно. Сейчас яхтинг постепенно возвращает свою популярность. А Морской государственный университет имени Невельского уже несколько лет вынашивает план устроить во Владивостоке всемирную регату парусных судов классов регата «Надежда». Если им это удастся, зрелище будет незабываемое. А сейчас рубрика «Свидетель прошлого». Расскажем о походной утвари начала 20 века. Это очень интересный экспонат, который попал в музей. И все думали, что это раскладной походный стол. А оказалось, провели работу, что это раскладная походная кровать, изобретателем которой был преподаватель Арсеньева в Юнгерском пехотном училище Михаил Ефимович Кромгржинаев. Он создал эту кровать, он вообще был изобретателем военного снаряжения. Он изобрел эту кровать, это 10-е годы 20 века, вот этот экспонат. Потом спальный мешок, он изобрел кухню, походную, которая навлючивалась на лошади и даже предусматривал, что в конном строю можно было приготовить и съесть горячую пищу. Такую кровать Владимир Арсеньев брал в конные военные походы. Но для экспедиции по тайге она оказалась слишком тяжелой. На этом все. С вами была Наталья Смоленинова. Берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова